Видео подготовлено для канала Уроки ТВ Математика 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 245. Сравни данные записи деления столбиком и умножения столбиком. Можно ли было до выполнения умножения утверждать, что в результате получится число 76? Почему? Если в записи деления числа, которые соответственно являются результатом умножения числа 4 на 1 десяток и числа 4 на 9 единиц. Укажи их. Итак, давайте начнем с того, что рассмотрим две данные записи. Первая запись – деление столбиком или деление уголком. В этой записи число 76 является делимым. Это делимое. Делимое – это число, которое делится на делитель. А число, на которое производится деление, это число 4 – это делитель. И получается в результате делимого, деление делимого на делитель, получается частное – это число 19. Деление проверяется умножением. А именно, если делитель умножить на частное, то получится делимое. Поэтому 4 умножить на 19 будет равно 76. Именно потому, что 4 – это делитель, 19 – это частное, а 76 – это делимое. Поэтому, заранее не выполняя умножение, можно сказать, что именно 76 получится при умножении 4 на 19. Теперь нам нужно указать, есть ли в записи деление числа, которое, соответственно, является результатом умножения числа 4 на 1 десяток и числа 4 на 9 единиц. Итак, давайте еще раз перепишем вот это деление в столбик. Перепишем его с комментариями. Точнее, мы его выполним сами. Итак, для того, чтобы 76 разделить на 4, поскольку мы делим на однозначное число, то мы должны начать рассмотрение первой цифры делимого. Первая цифра в делимом – это число 7. Вот мы 7 должны разделить на 4. Но для того, чтобы разделить 7 на 4, мы должны указать, сколько раз по 4 нужно взять, что получилось 7. Но 7 на 14 не делится. Если мы возьмем 2 раза по 4, то 2 умножить на 4 – это будет 8, это будет слишком много. Тогда нам остается только один вариант. Значит, если мы возьмем 1 раз по 4, 1 умножить на 4 – это будет 4. И вот из 7 тогда мы вычтем 4 и получим остаток 3. Вот эта запись что обозначает? Значит, она обозначает, что мы взяли 7 десятков делимого и разделили на 4. Из 7 десятков мы можем разделить на 4 нацелы только 4 десятка. Вот мы разделили 4 на 4, получили 1. Ну и проверяем. Единицу умножаем на 4, получаем 4. Вычитаем из 7 десятков 4 десятка и получаем 3 десятка. Тогда вот эта цифра, вот эта 4, она и есть произведение числа 4, это делителя 4, на число десятков. Это один десяток. Почему один десяток? Потому что мы 7 десятков делим на 4. И в результате мы получаем один десяток. И этот один десяток уже записан в частном. А вот теперь дальше мы продолжим деление. Что мы дальше делаем после того, как получили остаток 3? У нас еще есть одна цифра в делимом. Вот мы эту цифру опускаем сюда вниз, вот к этому остатку. И теперь у нас получилось неполное делимое 36. Теперь мы должны ответить на вопрос, сколько нужно раз взять по 4, чтобы получить 36? А нужно 9 раз взять. Почему? Потому что 9 умножить на 4 будет 36. И вот это второе число 36. В результате получится 0 в остатке. Вот это второе число 36. И есть произведение делителя 4 на 9 единиц, которые записаны в частном. Вот мы подчеркнули нужные числа. Таким образом выполнили задание. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!